В Завиваловке впервые в новейшей истории конезавода прошли скаковые испытания верховых лошадей линии Феррофокуса. Среди экспертов-коневодов был даже представитель президентского полка. Как проходил экзамен для лошадей и заводчиков, увидели мои коллеги. Зачетная высота барьера от 120 до 140 сантиметров. В Шпринг-Артене, так называется специальная прыжковая дорожка для молодых лошадей, представители знаменитой линии Феррофокуса. Маргарита Лобова известный в России эксперт по спортивным лошадям. Оценка жеребцов, по ее словам, это сложная наука. Экстерьер, тип с постатем, то есть оценивается голова, шея, плечевой, пояс, спина, круп, ноги. И по работоспособности. По работоспособности идут две оценки. По качеству движений, то есть шаг, рысь, голуб. И стиль движений, то есть у каждого аллюра идет еще стиль движений. И потом общая оценка выводится. В этот раз главная задача оценить прыжковую подготовку. Испытание молодняка, экзамен для кони-заводчика. Эти лошади пока не были под седлом, а потому преодолевают препятствия самостоятельно. Важны правильность толчка, стиль преодоления, чистота. Из суммы складывают общий балл, который и будет первой профессиональной оценкой лошади. Лошади реагируют, для них тоже это новая музыка, и люди, и все это. Но мы, тем не менее, воспитываем в них бойцовский характер. Это немаловажно, ведь наши лошади приезжают смотреть не только для спорта, но и приезжают смотреть, вот недавно была комиссия с президентского полка, отобранная часть лошадей. Представитель почетного караула президентского полка уже знает, какие лошади отправятся в Москву, но это секретная информация. Здесь он для того, чтобы понаблюдать, как развиваются те, кому предстоит вышагивать по главной площади страны. Испытание – экзамен не только для молодняка. Это возможность доказать чистоту и качество породы для отца, который сейчас является одним из главных племенных жеребцов на заводе. Эфендису 18 лет. Для лошади это весьма зрелый возраст. Замечательным характером, душевное. Он прекрасно выступал в спорте под Александром Кибаха, выигрывал. Вот сейчас он уже в возрасте и нашел себе самое лучшее применение – это вот создавать себе подобных. Эфендис – потомок фокуса Эфиделио, легендарных жеребцов тракененской породы, которую чудом сохранили после Великой Отечественной войны. Первоначально это военная кавалерийская лошадь для кавалерийского состава. Офицеры только ездили на ней. Эта порода выносливая, энергичная, скоростная, прыгучая и интеллектуальная очень. Про тракену говорят, что ей можно доверить ребенка. Общее мнение специалистов по качеству молодняка положительное. Этим лошадям еще многому предстоит научиться. Судьба распределит их под военные или спортивные седла. Но общее у них одно – эти лошади будут служить людям. Екатерина Миленькая, Павел Морозов, Сергей Малин, Вести Пенза, Каменский район.